Коляска – самый первый вид детского транспорта, который удобен не только для ребенка, но и для родителей, малыша не приходится все время нести на руках, значит, у мамы не устанет спина, да и малышу комфортно в люльке или на мягком сидении. Он может там и вздремнуть, если захочет. Но коляска необходима не только дома, она сослужит хорошую службу и тогда, когда семья отправляется на отдых, например, из Москвы. Если предстоит автомобильная поездка или проезд в купе поезда, вопрос провоза коляски для маленького пассажира не встает. Другое дело – самолет. Летая с детьми ясельного возраста, родителям приходится задумываться о том, какую коляску можно брать в самолет, пускают ли в салон с ней. Не рекомендуется брать тяжелую и громоздкую модель классического типа. Лучше ограничиться облегченной прогулочной. Поскольку они компактно складываются, практически всеми авиакомпаниями разрешено брать их на борт воздушного судна. Если малышу не более двух лет, некоторые авиаперевозчики устанавливают более высокую возрастную планку – до пяти лет. При прохождении регистрации и оформлении посадочных документов кроха может находиться в люльке. Правила перевозки пассажиров предоставляют родителям с детьми возможность прохождения досмотра и регистрации на авиарейс без очереди. Перед полетом следует уточнить, где нужно сдавать коляску, одни перевозчики требуют сдать ее на стойке регистрации, тогда родителям в ожидании посадки придется держать малыша на руках. Другие авиакомпании подходят к вопросу более лояльно, допускают нахождение ребенка в транспорте, до выхода на посадку в самолет либо непосредственно до трапа. Важно! Дополнительно на ребенка разрешено взять до 10 кг бесплатного багажа. Коляска-трость для путешествий на самолеты удобнее, небольшая и легкая, по желанию пассажира она может быть оформлена как ручная кладь, однако во время перелета пользоваться ей вряд ли будет удобно, поэтому лучше сдать ее в багаж. Допустимые габариты и вес. Правила бесплатного провоза детских колясок предусматривают, что их размеры не должны превышать определенных габаритов и веса. Бесплатно разрешен провоз транспорта для ребенка в авиакомпаниях «Аэрофлот» весом до 20 кг, С7, без ограничений по весу, уральские авиалинии, без ограничений по весу и габаритам, «Победа», без ограничений. Разрешено провозить на борту самолета как легкие летние прогулочные модели, так и трансформируемые варианты. Если их вес превышает допустимые параметры, уменьшить его можно, сняв с нее капюшон, корзину и другие аксессуары. Трансаэро, ограничивает вес всего 4,5 кг. В эти параметры уместится только легкая складная модель. Поэтому, прежде чем собираться в дорогу, необходимо уточнить правила провоза коляски у авиакомпании-перевозчика. Большинство авиакомпаний ограничивают не только вес, но и габариты колясок. Если размеры не превышают 55 звездочка-35 звездочка-25 см, коляску можно брать с собой на борт самолета. Для грудничков допускается нахождение во время перелета в люльке либо автокресле. Оно должно быть компактным, не более 40 звездочка-40 см, иметь маркировку, разрешающую использование во время авиаперелета. Размещают автокресла у иллюминатора, аэрофлот, и некоторые другие авиакомпании предоставляют на время перелета удобные люльки и комплект одноразового постельного белья. При необходимости услуги нужно предупредить представителей авиаперевозчика заблаговременно, не позднее, чем за двое суток до вылета. Аренда коляски в аэропорту Во многих аэровокзалах для родителей с детьми предлагают услуги аренды детской коляски. В Шереметьево, например, бесплатную услугу оказывают при регистрации в терминалах С, Е, Ф подобная услуга оказывается во Внуково. Бесплатно предоставляют детские коляски, в том числе для двойни, авиакомпания, Эмирейтс. Это позволяет сдать все вещи в багаж и полностью освободить руки. Кроме того, некоторые аэропорты, наоборот, запрещают использование колясок в целях безопасности. К ним относятся Рим, Барселона, Мадрид, Берлин, Стокгольм, Копенгаген, Женева и некоторые другие европейские города. Путешествие с двумя детьми Как правило, на детей в возрасте до двух лет билет с отдельным местом не приобретается. Если в самолеты летит семья, двое взрослых и двое детей, правило допускают перевезти две коляски на установленных основаниях. Если детей трое или больше, то двоих малышей родители перевозят с собой, а на остальных приобретают билеты с отдельными местами. При этом, соответственно, увеличивается вес допустимого к провозке багажа, так что доплачивать за вес не придется. Если планируется взять с собой коляску для двойни, ее придется сдать в багаж, поскольку подобный транспорт отличается внушительным весом и габаритами. Правила перевозки коляски в багаже При перевозке в багаже действуют общие правила. Так транспортируют объемные «трансформеры» и «классику» со съемной люлькой и прогулочным блоком, не соответствующие по весу и размерам допустимым параметрам. Чтобы во время перевозки багажа детский транспорт не пострадал, его следует тщательно упаковать. Коляска должна быть в чехле либо обмотана целлофаном. Чтобы ее не повредили, не поцарапали, можно обернуть ее губкой, пузырчатой пленкой, чтобы взять коляску-трость для провоза в самолет, ее необходимо промаркировать, прикрепив к ней бирку с данными владельца, контактным телефоном. Важно, не берите в дорогу дорогую коляску. Риск утери багажа всегда существует, поэтому многие покупают очень дешевую, именно для перелета. В багажном отсеке перевозятся коляски, когда пассажир летит без детей. Взять с собой в салон в этом случае не позволено даже складную «трость» в чехольчике. Ее вес суммируется с массой остального багажа. Правила крупных компаний о перевозке коляски. Каждая авиакомпания устанавливает свои правила перевозки пассажиров с детьми. Перед приобретением билетов эти требования следует внимательно изучить, чтобы в аэропорту не возникло никаких недоразумений, когда, например, коляска в самолет не может быть взята, а упаковывать ее для сдачи в багаж уже некогда. Важно, если модель не складная, провести ее бесплатно нельзя. Плата берется как за обычный багаж. Большинство авиакомпаний разрешают провозить в самолеты бесплатно легкие прогулочные модели при полете родителей с малышами до вторых лет. Но трансаэро, например, значительно увеличивает этот возрастной порог до 11 лет. Вообще не устанавливает возрастных ограничений авиакомпания «Ютея». Аэрофлот допускает использование коляски до трапа, маркирует ее как багаж и не устанавливает ограничения на вес и габариты. Если ребенку больше двух лет, детский транспорт нужно сдать в багаж. Вес суммируется с другими вещами пассажира. Трансаэро и «С-7» разрешают провести ребенка в люльке до трапа, однако некоторые аэропорты не обладают техническими возможностями, и коляску придется оставить на стойке регистрации. Она маркируется и входит в норму допустимого багажа. Авиакомпании «С-7» разрешено использование коляски до посадки непосредственно в самолет. Далее она будет транспортироваться в багажном отсеке. Учитываться в норме багажа детский транспорт будет, если возраст ребенка превышает 2 года. Уральские авиалинии разрешают пользоваться коляской исключительно до стойки регистрации, далее она в самолет доставляется как обычный багаж. На воздушных суднах тайских авиалиний складную «трость» можно провозить бесплатно даже не с детьми. До входа в салон воздушного судна ей можно пользоваться без ограничений. Ограничения установлены у «Оренбургских авиалиний», допустимы к бесплатной перевозке вес коляски 5 кг, размеры – не более 115 см. Важно! При превышении параметров детский транспорт можно перевозить только в багажном отсеке. Люфтганза – бесплатно перевозит только коляски для малышей, не достигших двухлетнего возраста, в остальных случаях их перевозку придется оплачивать как за сверхнормативный багаж. Air France и другие авиакомпании Европы стараются максимально облегчить перелет родителей с маленькими детьми. У них детская коляска признается ручной кладью, ее можно пронести на борт, однако на некоторых воздушных суднах разместить ее негде. Ограничения касаются только размеров, габариты, трости, не должны превышать 100 звездочка 30 звездочка 15 см, иных видов в сложенном виде 55 звездочка 35 звездочка 25 см. Все, что крупнее, считается багажом. Полезные вещи, которые стоит взять в самолет путешествия с детьми ясельного возраста для многих родителей составляет непростую задачу. Перелет может занимать не один час, плюс время, требуемое для регистрации и прохождения досмотра, ожидания посадки. Если перелет предусматривает пересадку и длительное ожидание рейса в аэропорту, могут возникнуть множественные проблемы, связанные с кормлением, пеленанием, режимом сна ребенка. Мы постарались собрать ответы на часто задаваемые вопросы, которые помогут родителям совершить авиаперелет с маленькими детьми без проблем. Какую коляску можно брать в самолет вручную кладь? Только «трость», если это разрешено правилами перевозки, установленными авиаперевозчиком, а ее вес и размеры не превышают допустимые пределы. Допустимо использовать во время перелета люльку или автокресло разрешенных габаритов. Можно ли забронировать удобное место в ряду за бизнес-классом, чтобы установить люльку? По умолчанию эти места для того и предназначены, но никто не может гарантировать, что на данном рейсе будет несколько семей с грудными детьми, поэтому лучше побеспокоиться о комфорте во время полета заранее. Сотрудники авиакомпании идут навстречу родителям. Люльку для грудничка нужно заказывать заранее или спрашивать у бортпроводников перед рейсом. О том, что потребуется люлька, нужно сообщить представителям авиаперевозчика заблаговременно, поскольку у любой компании их ограниченное количество. Родители с ребенком уже будут ждать на борту самолета, подготовив удобное место. Стоит ли взять в полет слинг или переноску кенгуру? Часто путешествующие мамочки говорят, что слинг в самолете использовать неудобно, зато кенгуру поможет прогуляться по салону во время многочасового перелета. Как быть при полете чартерным рейсом? Лучше взять самую легкую «трость», отдать ее бортпроводникам при посадке и предупредить, что она будет необходима в период межрейсового ожидания. Ее выдадут без вопросов, и можно будет воспользоваться ей во время пересадки. Главное, чтобы правилами не было запрещено использовать детский транспорт в этом аэропорту. Нужно заранее позаботиться о чехле для коляски в самолет. Где можно будет получить коляску по прилету? Если родители пользовались ей до трапа и сдали бортпроводнику, вернут детский транспорт при выходе из самолета либо в месте выдачи негабаритных грузов. Все вопросы, касающиеся перелета с маленькими детьми, с авиаперевозчиком нужно выяснять заранее, на стадии планирования поездки. Тогда можно выбрать самый удобный вариант путешествия и избежать неприятностей в аэропорту, когда коляску придется оставить у стойки регистрации или срочно упаковывать и сдавать в багажное отделение, а самим проводить время до посадки на рейс с малышом на руках. Продолжение следует...